Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся в клубе Голл Фитнес Хэмптон. Сегодня у нас тема нашего видео – это как накачать большой бицепс. То есть из этой маленькой мышцы сделать самую огромную работающую мышцу – руку. Всем привет! Меня зовут Зангиров Ильдар. Я являюсь персональным тренером клуба Голл Фитнес Хэмптон. Сегодня мы вам с моим другом Никитой Бурзилом покажем тренировку на двуглавую мышцу плеча, то есть на бицепс. Расскажем немного о бицепсе. Бицепс – это двуглавая мышца плеча. Она состоит из двух головок – длинная и короткая, которые имеют точки крепления. Длинная головка крепится от надсуставного бугорка лопатки, а короткая – от кивовидного артроска лопатки. Потом они объединяют общую брюзко и прикрепляются с ухожилием к бугристовству и лучевой кости. Основная функция – это сгибание предплечья в локтевом суставе. Соответственно, поэтому все упражнения идут на сгибание предплечья в локтевом суставе. Ничего сложного нет. Можно выполнять упражнения как обычным хватом, так и нейтральным, так и обратным хватом. Здесь будут просто увлекаться разные головки. Если мы нейтральным хватом будем работать, то больше будет задействована длинная головка и брахиалис. Да? Меньше слов, больше делаем. Итак, первое упражнение, которое мы сделаем сегодня – это подъем штанги на бицепс. Мы выбрали EZ-гриф, более удобный. Взяли первый вес, первый разминочный вес. Сделаем его раз на 12-15, подготовим мышцы к работе. Дальше у нас будет силовая работа, мы добавим вес. Заметьте, как Ильдар работает. Он концентрированно одной мышцей поднимает штангу, плавно, подконтрольно, удерживая вес, опускает ее. Делает полное растяжение, включает мышцы снова. Изолировано, без подъема плечей, только сгибание в локтевом суставе. Обращайте на это особое внимание. Что, мы добавляем вес в упражнение, сократим количество повторений, выбранную так называемую систему пирамиды. То есть мы добавляем вес, уменьшаем количество повторений в подходе. Что тут сказать? Вес стал больше, выполнять стало тяжелее. Сохраняем технику, не раскачиваем корпус, работаем одной мышцей. Таких три рабочих, три-четыре подхода. Следующее упражнение у нас подъем штанги на бинцепс, сидя в спотах, узким хватом. Преимущество данного упражнения, то, что здесь корпус у нас находится почти вертикально, и мы не можем делать никаких им движений. Соответственно, мы работаем только бинцепсом. Это, как бы считается, более изолированное упражнение, потому что локти также остаются неподвижные. Также нюансы здесь до конца, не нужно разгибать полностью штангу, чтобы не повредить связки, которые находятся у нас в области локтя. Локтя, да? Да, почувствую, здорово. Хорошее упражнение. Тоже рабочие плотворения. На 10-8-10 раз мы работаем в силовом режиме. Три-четыре подхода у нас. Что, следующее упражнение у нас молот, подъем гантелей. Здесь у нас работает брахиалис, высокоэффективное упражнение для придания руке большего объема визуального. Также обращаем внимание на постановку запястья наших ладоней. Хват параллельный. Усилие, выдох. Плавно вниз. Усилие, выдох. В пиковой точке, в сокращении бицепса мы прожимаем, мы собственным усилием напрягаем бицепс, добавляем жесткости, добавляем папу в движение. Ну и здесь мы можем себе позволить более высокую, многоповторную работу и сделать упражнение на 12-15 повторений. Следующее, что мы сделаем, мы сделаем дропсет, подход, да? Два подхода дропсетом на бицепс в блоке. Что такое дропсет? Дропсет – это когда мы работаем в подходе разными весами. Как правило, это скидывание веса. То есть мы возьмем вес 110, сделаем в отказ. Сбавим вес до 80, сделаем в отказ. Сбавим вес до 50, доработаем мышцу, также до отказного повторения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Последним подходом в дропсетсе мы никуда не торопимся. Мы выполняем упражнения столько, сколько мы можем. Точнее, сколько позволит нам бицепс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обратите внимание, насколько точно, эльдар работает одной единственной мышцей. Обратите внимание, его кисти держатся строго параллельно полу, не сгибаются на себя, не включаются в работу при плече. Один локтевой сустав, одна мышца – ничего лишнего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сгибание на бицепс в кроссовере, да, двойной бицепс в кроссовере, как только не называют это упражнение. Обратите внимание на технику. Эльдар сделал шаг вперед с линии тренажера. Руки держит поднятыми локтями вверх, да, на линии плеч. Концентрированно сгибает, прожимает бицепс, давая ему пиковую нагрузку, и тем самым, да, добавляя объема именно пиковым сокращением бицепса. Выполняет упражнение, чуть сводя руки за затылок, чуть заводя их за себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Повторим. Сделаем шаг вперед. Выведем руки в работу, поднимем локти. Чуть отведем кисти от себя, оставим в работе только бицепс. Сжатие, прожим, плавное отведение. Обратите внимание, что полностью мы локти не выпрямляем, оставляем мышцу в работе, оставляем локти чуть согнуты. За затылок, за затылок. Прожим, прожим, прожим. Прожим. Локти высоко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, дорогие друзья, подошла к концу наша сегодняшняя тренировка бицепса. Хотелось бы уточнить и напомнить вам основные правила, которые мы выделили сегодня с Эльдаром. Первое правило – это разминка. Подготовить мышцы к нагрузке. Почувствовать их, дать прилив крови. Вторая работа у нас была – силовая. Да? Силовая работа. Силовая работа увеличивает число наших мышечных волокон, дает нам силу. Также… Рост массы. Да, рост массы. Да, основное. Что у нас больше всего волновало – это рост массы. Следующая наша работа была – работа над объемом, работа на партияльце, работа молотом, работа памповая работа. Износ мышцы до конца, прилип к ней крови. Работа с техникой обязательно. И последнее, что у нас было – это была работа в кроссовере, прожим. Это придание формы мышц. Да? Ее жесткости, ее плотности, ее красоты. Ну и все это все равно так или иначе ведет к росту массы мышечной. Что можем добавить? Подписывайтесь на наш канал, ожидайте следующих видео. Я думаю, мы с удовольствием снимем для вас тренировку трицепса, плеч, ну и всего того, что вы оставите в пожеланиях. Ставьте лайк, подписывайтесь, ждите новых выпусков. Субтитры сделал DimaTorzok